МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. 326 квартир по программе 7-20-25 смогут приобрести карагандинцы до конца нынешнего года. Реализацию программы ипотечного кредитования обсудили на аппаратном совещании. В Нуринском районе продолжается сбор урожая зерна. На полях работают около 600 комбайнов. Уборку планируют полностью завершить к 10 октября. В Караганде продолжается оперативно-профилактическое мероприятие участок. Сотрудники полиции с начала сентября проверили условия проживания и регистрацию более сотни тысяч горожан. Обо всем более подробно. 326 квартир по программе 7-20-25 смогут приобрести карагандинцы до конца нынешнего года. О ходе реализации программы ипотечного кредитования Акиму Карагандинской области Ирлану Кушанову доложили на аппаратном совещании. На сегодняшний день принято 65 заявок на получение ипотечного займа в рамках программы 7-20-25. 46 из них уже одобрено. В рамках программы в эксплуатацию планируют сдать четыре многоэтажных дома. В микрорайонах Голубые пруды, Степной 2, на улицах Сейфулина и Ермекова. Глава области Ирлан Кушанов отметил, что все запланированные 326 квартир должны быть реализованы. Вот в ноябре сдали и в течение там полмесяца или сколько можно оформить, да? Две недели. Надо вот эти 326 квартир. В этом году все надо, что у нас есть, все надо одобрить. Кроме того, в ближайшее время в Караганде появятся билборды с изображением домов, квартиры в которых будут продаваться по программе 7-20-25. Для потенциальных заемщиков создали страницу в Инстаграм, где специалисты ответят на любые вопросы. На аппаратном совещании в областном Акимате также обсудили комплекс мер по современной утилизации и переработке твердых бытовых отходов. Руководитель управления природных ресурсов Руслан Тулебаев сообщил, что в Карагандинской области к 2020 году будут построены два завода по переработке ТБО. На это потратят суммарно более 10 миллиардов тенге. ТУО «Горкомтранс» города Караганды совместно с компаниями СЭТ-групп БиО-ГТС планируется строительство мусороперерабатывающего завода мощностью 300 тысяч тонн отходов в год с возможностью производства 15 мегаватт электроэнергии. Стоимость проекта 2 миллиарда. На данном этапе проводятся переговоры с инвесторами. ТУО «Казгрененджер» планируется строительство в поселке Кингир биоэлектростанции мощностью 9 мегаватт. Стоимость проекта 8,2 миллиарда. Это планируемый срок ввода в эксплуатацию декабря 2019 года. На сегодняшний день ТУО у них со всеми заключениями имеется. Заключен договор покупки электроэнергии с расчетным финансовым центром. Подписан меморандум о взаимном сотрудничестве с салоном нацкомпании «Казахинвест». Ведутся переговоры с потенциальными инвесторами «Грин», которые имеют аналогичные биоэлектростанции в Европе и Турции. Совместно с фондом ДОМУ рассматривается вопрос получения субсидийных займов в банках второго уровня. В Карагандинской области расположено 202 полигона твердых бытовых отходов. Сортировку и переработку осуществляют три организации. По итогам первого полугодия доля переработки ТБО по области достигла 13,8%. Средний показатель по республике равен 10%. В Дуринском районе продолжается сбор урожая зерна. На полях работают около 600 комбайнов. Уборку планируют полностью завершить к 10 октября. Аким Карагандинской области Иерлан Кушанов побывал на полях нескольких крестьянских хозяйств и проверил, как идут уборочные работы в районе. Аким Карагандинской области Иерлан Кушанов ознакомился с работой новейшего комплекса для сушки и хранения зерна. Производительность комплекса – 30 тонн в час. Предприятие использует современное оборудование аргентинского производства для того, чтобы сохранить собранный урожай. Зерно помещают в огромные мешки, в каждый из которых входит 220 тонн. Так его можно сохранить до весны. В Нуринском районе глава региона также побывал в крестьянских хозяйствах Отканжар и Кайнар. Помимо выращивания зерна, на этих сельхозпредприятиях занимаются разведением племенного скота. В хозяйстве Отканжар разводят овец породы казахской курдючной полугрубошерстной типа каргалинской. Всего здесь более 10 тысяч голов скота. Крестьянское хозяйство Кайнар известно тем, что только здесь, в Карагандинской области, выращивают и экспортируют племенных быков аулиекольской породы. На встрече с фермерами глава региона отметил, что государство сегодня хорошо поддерживает этот вид предпринимательства. Аким Карагандинской области также побывал в селе Изенды. Ерлан Кушанов посетил сельский фельдшерско-кушерский пункт, филиал Каспочты, а также ознакомился с работой местной библиотеки. Аким области обратил внимание на старые компьютеры в читальном зале и дал поручение обновить технику. Кроме того, Ерлан Кушанов заявил, что библиотека не должна быть только книгохранилищем. Это должно быть местом, где может собираться молодежь, проводить различные мероприятия и встречи. Всего в Нуринском районе в настоящее время работают 35 библиотек. 12 из них считаются образцовыми. Андрей Тенан, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. В Караганде чествовали ветеранов здравоохранения. Праздничную программу подготовило Управление здравоохранения совместно с профсоюзной организацией СИНИМ и Центром Здорового образа жизни. В рамках программы для ветеранов здравоохранения был накрыт праздничный стол и организована концертная программа. Помимо этого, виновники праздника посетили выставку в Музее изобразительного искусства. В Международный день пожилых людей поздравить старшее поколение спешили все учреждения и организации. В их числе и Управление здравоохранения. В ведомстве подчеркнули, что людей, посвятивших жизнь самой благородной профессии, всегда почитают и вовсе не хотят называть пожилыми. Международный день пожилых людей. Я бы так не хотел сказать. Я бы хотел сказать, что день Алт-Нжас, золотой возраст, этот добрый и светлый праздник. Мы ценим все, что они сделали для подрастающего поколения и то, что они делают для нас сейчас. Для ветеранов организовали праздничную программу. Насладившись музыкальными номерами и вдоволь побеседовав за праздничным столом, ветераны отправились в Музей изобразительного искусства. Там были представлены работы карагандинских школьников, посвященные бабушкам и дедушкам, а также картинки, известных художников. Виновники праздника выразили благодарность за прекрасное настроение и удавшийся день. Мы очень рады, что такое организовали для нас мероприятие. Мы довольны жизнью, что нас так чествует ветеранов труда. Следует отметить, что мероприятие было организовано совместно с профсоюзом СИН и Центром здорового образа жизни ТВКЗ-4. Сегодня, 1 октября 2018 года ТВКЗ-4, Центр формирования здорового образа жизни, совместное с Управлением здравоохранения карагандинской области, а также профсоюзной организацией СИН было проведено торжественное честное ветеранов, медиков. В рамках данной акции нами были проведены торжественные мероприятия, а также в преддверии празднования Дня пожилых людей нами среди молодых жителей города Караганды проводится выставка. В завершении мероприятия ветеранам вручили подарки и цветы. Виновники праздника поблагодарили организаторов и пожелали, чтобы подобные встречи проходили как можно чаще. Тухжан Лянова, Айден Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Абаз Жирау, Аназ Жираумраса. В областном историко-краеведческом музее состоялась онлайн-конференция, посвященная 350-летию Бухар-Жирау Калкаманулы. Мероприятие было организовано в рамках программы Рухани Жангру. Очередное мероприятие, приуроченное к 350-летию Великого Акына и видного государственного деятеля, стало площадкой для обмена мнениями сотрудников музеев, библиотек, студентов и преподавателей вузов. Конференция проходила в режиме онлайн. Это позволило профессорам Павлодарского государственного университета и сотрудникам Музея литературы и искусств имени Бухар-Жрау присоединиться к обсуждению жизни и творчества советника Хана Аблая. Сегодня на связь с нами вышли представители Павлодарского государственного университета имени Торайгырова и Музея литературы и искусств Павлодаре. Это имеет большое значение, ведь Бухар-Жрау – общая для двух областей фигура. Это не первое и не последнее мероприятие, посвященное нашему великому предку. В ходе конференции участники вспомнили яркие моменты из биографии Жрау, обсудили его песни «Толгау» и «Труды». Участники конференции признали, что узнали много новых фактов о жизни Акына. Мы только вышли с конференции, все очень понравилось. Хоть я и выросла в районе, который носит имя Жрау, оказалось, что многое о нашем предке мне было неизвестно. Я рада своему участию в конференции. Хотелось бы, чтобы подобные мероприятия проводились чаще. По завершению конференции участники отметили, что сумели установить культурную связь с коллегами из Павлодара, а также обменялись опытом работы ученых в области пропаганды наследия Бухар-Жрау-Калкаманала. Тухжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Участок». Сотрудники полиции с начала сентября проверили условия проживания и регистрацию более сотни тысяч горожан. На этот раз участковые инспекторы полиции совершили поквартирный обход в нескольких домах Октябрьского района. Участковые инспекторы Новомайкудукского отдела полиции обошли несколько домов своего административного участка. В него входят квартиры 1, 2 и 11 квартала, а также 18 микрорайона. Сотрудники полиции провели перепись населения с целью выявления незаконно проживающих граждан. Также проводятся разъяснительные беседы по фактам кражи в квартирах, автомашинах и личного имущества. Расклеиваются памятки по квартирным кражам, с кражем автомашин, где мы тоже рекомендуем гражданам, чтобы машины не оставляли без присмотра. Если оставляют, то в освещенных дворах устанавливали сигнализации. Первые этажи устанавливали решетки на первых этажах, железные двери, замки. Приемная участкового пункта полиции номер 24 работает ежедневно с 7 до 11 ночи. Сотрудники полиции стараются достучаться до каждой двери и познакомиться со всеми жителями. Они, в свою очередь, остались довольны тем, как участковые справляются со своей работой. С участковыми мы общаемся постоянно. Таких конфликтовых ситуаций вообще уже давно не было, потому что проводится профилактическая работа. Реагируют сразу. Мы связаны современными технологиями и через WhatsApp, и через телефоны. Поэтому, если даже не может ответить участковый сразу, если я звоню, они перезванивают потом и спрашивают, интересуются, в чем дело. Оперативно-профилактическое мероприятие продлится до декабря. Напомним, основной целью мероприятия является установление доверительных отношений граждан с сотрудниками полиции. В областном департаменте внутренних дел почтили память сотрудников полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей. В честь каждого из шести сотрудников состоялось открытие мемориальной доски. Обелиск память, расположенный перед зданием областного ДВД, пополнился шестью фамилиями. Это старший сержант милиции Гараев Асильдар, погибший в 1982 году. Лейтенант милиции Иманбаев Бахыт и сержант милиции Бекжигитов Алмат, погибший в 1998 году. Старший лейтенант полиции Хамутов Кайрат погиб в 2001 году. Капитан полиции Гончаров Евгений погиб в 2002. И старший сержант полиции Сыздыков Мурсалы погиб в 2017 году. Все они отдали жизни при задержании преступников. Сержант милиции Сыздыков Мурсалы погиб в 2002. В ответ на теплые пожелания, родственники погибших правоохранителей поблагодарили руководящий состав ДВД Карагандинской области за заботу и оказание регулярной поддержки. Андрей Тенн, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова